Экспорт зерна из Украины растет. В Одесском порту ожидают корабль, который доставит на своем борту 23 тысячи тонн зерна в Эфиопию. Из портов Черноморск и Южный в рамках зернового коридора накануне вышли еще два корабля с грузом. 63,5 тысячи тонн украинского зерна доставят в Турцию и Иран. Также в Турции отгрузят кукурузу, от которой отказались в Ливане. Испания запустила пилотный проект вывоза украинского зерна по железной дороге. Как обстоят дела с отправкой украинского зерна? Поможет ли это избежать всемирного продовольственного кризиса? И что может остановить Россию в ее желании воровать украинскую продукцию? Об этом поговорим с аналитиком Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Романом Нейтером. Роман, здравствуйте. Добрый, добрый, добрый. Добрый, добрый. Добрый, добрый. Мы можем ожидать, что мы сможем отправить в этом году порядка 35 миллионов тонн зерна на экспорт уже нового урожая. Это достаточно серьезная изменить ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. Вы говорили о том, что нужно еще посмотреть, понаблюдать за тем, как это все происходит. То есть, я так понимаю, вот сейчас суда выходят из украинских портов, везут зерно, и наши потенциальные партнеры, либо потенциальные, либо те, с которыми Украина уже сотрудничала, но которые приостановили сотрудничество в связи с войной, они вот наблюдают, смотрят, что все окей, все хорошо, порта из точки А, суда из точки А в точку Б прибывают, и таким образом количество судов, которые добавляют украинское зерно в другие страны, будет увеличиваться. Правильно? Да, что-то в этом духе. Приблизительно так, да. Скажите, ну а вы упомянули о 35 миллионах тонн зерна, сказали, что это хороший, хороший объем, но если сравнить цифры, понятно, в сравнении, в том году сколько отправили, чтобы понимать объемы? Я вам точно могу сказать, это равно существенное снижение, потому что у нас идет существенное снижение и объемов урожая, на которые мы можем рассчитывать в этом году. В 2021 году у нас был рекордный урожай, по большому счету. Роман, скажите, а вот ваши прогнозы относительно того, как будет дальше развиваться отправка украинского зерна? Мы можем об этом говорить? Как она будет увеличиваться или не увеличиваться? Мы надеемся, что увеличиваться, конечно же. Да, да, да. Смотрите, важно понимать о том, что общая пропускная емкость тех портов, которые были открыты, это 3,7 миллиона тонн зерновых в месяц. По нашему прогнозу в Киевской школе экономики до конца года мы будем способны экспортировать через эти порты около 2 миллионов тонн зерна. На самом деле это существенная сумма, потому что это дополнительная выгода для украинских аграриев в больше 5 миллиардов долларов. То есть это плюс, считайте, 4,5% от пенсионистичного прогноза надбанка Украины по ВВП. Поэтому у нас есть определенный оптимизм и такой же оптимизм есть на рынке. То есть если вы посмотрите с того момента, как активизировались переговоры по вывозу украинского зерна, мировая цена на пшеницу, она начала вот еще сильнее падать. И сейчас пшеница на мировом рынке стоит ориентировать настолько же, сколько она стоила до российского вторжения 24 февраля. А что, о чем это говорит? Почему это важно? Это важно, потому что рынок верит. Рынок верит, что вот из Украины будет идти зерно и все в этом духе. Потому что вот когда Россия первый раз вкинула о том, что она говорит, что вот будет зерновая отделка, это было начало мая, рынок не отреагировал, рынок не поверил. Украина тогда вышла с опровержением, что мы не ведем сейчас предметных переговоров про разблокировку украинских портов, и не было никакой реакции рынка. И сейчас же, незадолго до того, как вышла на публику информация про разблокировку портов, про эти переговоры, рынок к этому отнесся серьезно. И именно вопрос разблокировки портов был один из ключевых факторов, почему Асенан, то есть украинский, пошел вниз. О вере, о доверии, о рынке. 8 августа Ливан не принял судно с украинской курузой, которое первым вышло из Черноморского порта после начала полномасштабной войны. Покупатель Ливани отказался принять груз из-за задержки сроков доставки более чем на 5 месяцев. Очевидно, что война в Украине для Ливана, это неубедительная причина, почему задержали груз, да, это что-то, что далеко их не касается. Не может ли это стать прецедентом, да, что первый Ливан, потом мы помним еще Египет тоже как-то отказывался от зерна, от нескольких десятков тысяч тонн контракта, потом опять что-то согласился. Не может ли это стать прецедентом для того, чтобы вот другие страны тоже так носом крутили, говорили, вот вы там не выполнили те или иные контракты? Это так не работает. То есть здесь надо понимать, почему именно Ливан, например, отказался. Среди участников рынка есть такой консенсус, что проблема была именно в той поставке, именно в том судне. Надо понимать о том, что то судно, которое шло в Ливан, оно было частично заполнено еще до российского вторжения, после чего его дозаполнили зерном уже сейчас, вот для разблокировки портов. То есть надо понимать, что в трюмах там хранилось зерно, грубо говоря, полгода, и есть опасения, что это зерно, оно пригодно. Оно пригодно к продаже. И здесь вот, как я понимаю, исходя из того консенсуса, что я слышу от своих коллег на рынке, проблема не в чем-то глобальном, а именно в том, что первая партия зерна, часть из этого зерна, они стояли долго в трюмах. И вот есть опасения насчет фунгицидов, что эти фунгициды уже перестали действовать за эти шесть месяцев, потому что, как правило, обрабатывают зерно где-то на месяц, на полтора, на максимальное время, которое судно может провести в пути. Это какое-то место, которое позволяет дольше храниться зерно? Да, да, да. Роман, как война отразилась уже и отразится в будущем на продаже украинского зерна? Есть ли разорванные контракты с, не знаю, с давнишними партнерами? Возможно, кто-то из партнеров уже нашел другого продавца зерна. Вот можете об этом еще рассказать? Да, всем приходится перестраиваться. Мы существенно сократили объемы экспорта. То есть надо понимать, что если раньше мы экспортировали 5-6 миллионов тонн зерна в месяц, и, кстати, возвращаясь к вашему вопросу начать экспорта в прошлом году, и таким образом мы прикидываем, что наш экспорт был порядка 70 миллионов тонн. Я не уверен в точности этой цифры, но тем не менее. То вот сейчас мы экспортируем в районе двух. И у нас есть надежда, что с блокировкой портов ситуация улучшится. Странам пришлось переориентироваться. Страны закупают у других поставщиков. И это нормально. Но здесь надо понимать, что зерно – это очень стандартизированный товар. Условно говоря, зерно – это не двигатель для самолета, который подходит только здесь и сейчас для этой модели. Зерно – оно стандартизировано. Ты можешь купить в Украине, ты можешь купить в Франции, ты можешь купить в Австралии. И это будет плюс-минус одно и то же зерно. Поэтому рынок здесь достаточно гибкий, он быстро адаптируется. Страны, да, они вынуждены были переходить на других поставщиков, включая Россию. То есть частично Россия выиграла дважды-трижды. Потому что с одной стороны она воровала украинское зерно, его продавала. С другой стороны у нее расширился ее объем рынка за счет выхода украинского конкурента. А если говорить о следующем сезоне, каким он будет? Сейчас уже понятно, что сократился экспорт в этом году из-за войны. В следующем году он тоже, очевидно, сократится из-за того, что будет меньше посеяно. Или не будет? Или все под контролем? Как можно ли спрогнозировать урожай 20-23? Будет сокращение, будет сокращение ориентировочных порядок, про которые говорят, это 20-25% до 30%. Здесь надо понимать о том, что это сокращение не означает какой-либо прямой угрозы для продовольственной безопасности в Украине. Потому что мы по условным зерновым абсолютно нет экспортера. Мы экспортируем намного больше, чем нам нужно. И в данном случае будут страдать не внутренние потребления, а именно объемы экспорта. Они будут ниже. Но ориентировочно, как я уже говорил, это будет около 35 миллионов тонн экспорта зерновых в следующем году. И из этого урожай. Роман, вот несмотря на то, что множество стран отказались от того, чтобы покупать ворованное зерно в Украине, России, Россия его продолжает красть. Ну и продавать в те немногие страны, которые продолжают его покупать. Скажите, как это можно остановить? Можно ли это остановить санкционным воздействием как раз на те страны, которые это зерно покупают? Потому что, судя по действиям России, на нее, ну вот, в этом случае у нее руки фактически развязаны? Я думаю, что здесь этот вопрос скоро отвалится сам собой. Потому что вот объемы воровства украинского зерна достаточно большие. Я думаю, что уже не осталось не осталось прошлого урожая на оккупированных территориях. Они вот приходят все больше и больше свидетельствуют о том, что они или воруют, или покупают по смехотворно, отвратительно низким ценам. Урожай у фермеров из этого. Свидон, оно в будущем никто не будет там производить. Роман, спасибо вам большое. Это был Роман Нейтер, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, с которым мы поговорили о том, как Украина снова начала продавать зерно и о том, как наказать Россию за то, что она это зерно ворует и те страны, которые у России ворованное зерно покупают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова